друзья всем привет мы в декантере и продолжаем говорить не только о виски а затронем сегодня такую интересную тему которую мы начали в наших роликах совсем недавно ром и сегодня мы поговорим о необычном роме о скажем так крафтовом и хай-эндовом роме и поможет разобраться в этой теме дмитрий красильников компания дп трейд день добрый привет вань ну постараюсь да с удовольствием постараюсь разобраться вместе с нами со всеми да тема интересная глубокая и на самом деле многие уже давным-давно там пристрастились крому а кто-то еще даже и нет поэтому давай из каких-нибудь таких начальных базовых вопросов если и давай друзья как вы знаете рома по мнению многих растущая категория брома в общем-то шагает по миру в хороших цифрах и объемах роста но при этом от него многие скажем так ждут каких-то особенностей каких-то вау-эффектов и многим все равно еще непонятно почему рома связывают с такими ожиданиями именно сейчас давай начнем с простого bristol spirits что это откуда компания на чем фокусирует в общем-то свое внимание и почему это необычные рома ну ты затронул главную тему что ром да он с одной стороны категория растущая но с другой стороны происхождение сладкого сахарного тростника зачастую оправдывает даже не обосновывает а именно оправдывает сладость рома и ром мы как мы знаем это крепкий да но при этом очень сладкий напиток и порой вот производители рома особенно коммерческие они вот как раз этой сладостью маскируют очень многие какие-то свои там ну да ну просто этот менталитет до региона латинская америка если как бы сильного давления сверху нет сильного контроля то иногда могут себе позволить да и сахар очень хорошо все комка ну скажем так маскирует bristol spirit от другая история не производитель да это такой вот трейд ну ботлер да негациант но именно такой скажем так хаэн да наряду там я не знаю с такими там именами как самороли да это вот как раз одну один из тех кто вот составляет когорту лучших таких специалистов именно в таком не коммерческом не крашеным не сладком да не не подслащенном роме то есть это ребят которые выбирают хорошие интересные бочки привозят их в англию почему в англию потому что другой климат то есть с одной стороны важность высокая но прохладней и соответственно выдержка здесь реально вот здесь циферки имеют значение потому что если гоняться за выдержкой там рома в на месте производства до в карибском регионе то это очень жарко очень влажно и порой вот выдержка чрезмерная но при бы она приводит каким-то таким ну не очень вкусным результатом а здесь как раз идея в том чтобы но ром был максимально натуральный но выдержка ему давала как раз возможность аккуратно плавно и гармонично развиваться но выдержка в других условиях соответственно ты выбираешь в самую вкусную бочку привозишь ее в англию в брестоль но брестол спереди соответственно в этих прохладных и влажных и вот таких вот условиях портового города этот ром может выдерживаться гораздо дольше но гораздо дольше контактировать с дубом набирать интересную какую-то такую приобретать интересную развивать эту ароматику но при этом не уходить в какие-то темные такие вот как часто бывает вот в жарком регионе не в горечь, не в кислотность, не в такую вот агрессию. Тогда я не могу не спросить. Я часто задаю этот вопрос людям, которые рассказывают про ром. Важна ли для рома выдержка, временное нахождение в бочке или в целом, в общем и целом, это, ну, скажем так, такое видение производителя, который может этим возрастом сглаживать углы, придавать объема, делать более заточенным вкус и какие-то нюансы, но в целом, как бы, ром категория, которая не требует длительной выдержки. Ну, и тут, и там есть правда, да, своего рода, потому что, да, белый ром, бланка, иногда он звучит гениально вкусно, особенно в версиях, там, агриколь, каких-нибудь таких, когда из сока вот чистого, там, дистиллируют, то есть ему не нужна выдержка для того, чтобы, ну, то есть он сохраняет как раз ту искреннюю свежесть сахарного тростника, это хорошо звучит и в коктейлях, и отдельно, и так далее. Но, когда это, там, когда добавляется правильная, продуманная, аккуратная выдержка, а не какая-нибудь так просто, вот, чтобы, там, мы все бочки залили, все бочки долго выдержали, да, и все бочки, там, ну, довели до темного состояния. А в таком случае, тогда этот ром, да, имеет, ну, в исключительных случаях имеет право, там, ну, на, как раз вот такие вот вкусные, интересные моменты, которые привлекают как раз вот таких коллекционеров, да, это уже такая особая категория рома, но в целом, повторюсь, да, гоняться за цифрами, и вот как раз, наверное, ответ главный на твой вопрос, что за цифрами в роме гоняться не надо, то есть долгая выдержка не всегда равна, там, лучшему рому. Друзья, значит, рекомендация Дмитрия, не граняйтесь за цифрами в ромах, еще раз повторю, важный, мне кажется, момент, соответственно, если вы берете и выдерживаете при высокой влажности и температурном режиме, достаточно активном, то испарения сильные, и, в общем-то, вы теряете достаточно большой объем, что, в целом, не всем производителям нравится. Bristol Spirits делает что? Они берут спирты и выдерживают в более правильном, скажем так, климате, который позволяет удлинить выдержку и поиграть с бочками, дать, в общем-то, массу нюансов именно каждому из представленных релизов, которые у нас есть на столе. Давай, наверное, тогда к ним и перейдем. Первая бутылка это Caribbean Collection, что здесь, 40 градусов, расскажи, начнем по порядку, наверное, от меня к тебе, что, чем интересен, чем хорош данный образец. На самом деле, это как раз уже такая очень нетривиальная история, потому что, да, с одной стороны, вроде 40 алкоголя, то есть там как бы доведенный, казалось бы, да, и как-то не сильно такой темный, но на самом деле здесь, да, мы можем увидеть на этикетке, да, что там, типа, смесь рома из Тринидада, но вот львиную долю этого рома и его такой, скажем, такой костяк структурный, да, и вообще вот его сердце, это составляет ром той самой такой легендарной уже закрытой ныне дистиллирией Корони, которую закрыли там полностью окончательно в 2003 году. И Джон Барретт, как раз основатель и вот большой эксперт в мире рома, и вот основатель Bristol Spirit, был одним из тех вот прозорливых людей, который умудрился купить хорошие запасы, как вот, ну, Корони в последнее время дистиллировала, ну, то есть там стоял и куб перегонный, да, вот, который давал самые такие объемные интересные спирты, и колонна, которая, как бы, давала больше, ну, скажем так, массовости и объема, но при этом тоже не лишенного такой особой ароматики. И в последние несколько лет, в начале 2000-х, Корони работала именно как раз, куб уже не включали почти, в основном работала именно как раз, ну, работала колонна. И вот здесь, в этом, ну, в этом, да, в Caribbean Collection, очень много как раз спиртов, ну, львиная доля спиртов, которые как раз и представляют последние дистилляции Корони, которые были сделаны в колонне. Их смысла в бочки загонять и выдерживать, вот как раз, возвращаясь чуть-чуть к предыдущему вопросу, да, никакого не было, то есть он бы не выигрывал сильно. То есть он всего лишь немного такой вот, ну, то есть он имеет золотистый красивый цвет, это полученный в результате выдержки в Бристоле, да, там, в бочках, да, но здесь нет какой-то там сверхдолгой выдержки, поэтому она не декларируется. Здесь как раз базовый начальный ром, Тринидад, но при этом как раз вот даже есть Корони, но на имени никто не пытается спекулировать, потому что здесь помимо той самой дистилляции Корони уже современные дистилляции как раз Сангастуры, и, соответственно, то, что вот смешивается, да, но при этом это как раз очень такой яркий, ароматический, вкусный характер, совершенно не перегруженный сладостью и сахаром. Это как раз вот для базового рома, ну, как базовый, да, по меркам многих производителей, это уже такой high-end, а Bristol Spirit от этого только вот пытается оттолкнуться. То есть это не массовый, не объемный, но очень-очень такой вкусный ром, который можно в чистом виде употреблять в коктейле, ну, тогда это должны быть какие-то такие, очень такие high-end коктейли, очень вкусные, вот, но и в чистом виде, со льдом, безо льда, или так просто сам по себе он уже доставляет хорошее такое красивое удовольствие. Друзья, если вы хотите получать красивое, вкусное, интересное удовольствие, обязательно подписывайтесь на социальные сети Декантера, Телеграм-канал, Инстаграм, и следите за всем самым интересным, всем самым свежим, и, в общем-то, самыми, наверное, такими топовыми и сиюминутными темами, которые мы обсуждаем. Окей, обсудили, стартовая позиция, я так понимаю, что отлично сбалансирована должна быть и по цене, судя по тому, что ты рассказал. Ну, здесь вот как раз может быть некий диссонанс, потому что многие ждут, раз базовый, ну, условно базовый ром, то все ждут какой-то такой доступной цены, но нет, ребята, это же все равно очень ограниченные разливы, ну, релизы, да, и здесь, ну-ка, о какой-то базовой цене вопрос быть не может, тем более короне спирты за спиной, даже если это не декларируется, это все равно. То есть это не архидорго, но это архивкусно. Это самое главное, мне кажется. Окей, идем дальше. Резерв Ром Никарагуа 99-го года. Что здесь? 43 уже крепости и цвет, конечно, более насыщенный такой. Ну, 93, и при этом, ну, в бочке, из бочки был разлит в 2017-м. То есть уже хорошая такая выдержка, но при этом, опять же, это не какой-то сверхтемный, он такой золотистый, да, ну, чуть-чуть с медным оттенком, чуть-чуть с медным оттенком. Это, по сути, своей, да, та же дистиллина, ну, Флор де Кано, да, ну, единственный ром в Никарагуа, ну, единственный производитель. Это подножие вулкана, действующего вулкана Сан-Кристабаль. Тростник растет как раз под ним на этих вулканических почвах. И вот сейчас много говорят в мире вина про вулканические вины, но, блин, никто не говорит про вулканические ромы. Вот это, это вот просто, если хочешь попробовать, вот именно этот терварный ром, и здесь вот этот вулканический потекст, он чувствуется. Выдержка аккуратная, деликатная, без всяких спекуляций, то есть никто не пытается его докрасить, да, он тонкий, изящный. И вот как раз здесь вот момент такой, что для тех, кому ром кажется очень сладким, вот это, это больше тонкая история, штучная такая, прям архи, ну, где-то, наверное, отклик найдет у тех, кто больше там белые бургундские вины любит. Вот это для них. Угу, отличное описание. Белая бургундия, как мы знаем, по нашим роликам сейчас пользуется большой популярностью и спросом. С ней есть, в общем-то, некие проблемы, но мы понимаем... Потому что ее нет. Да, потому что ее нет. Поэтому ром, которого тоже производится крайне мало, с декларируемой, в общем-то, выдержкой, вулканы и теруарная особенность, тем более близкая любителям белой бургундии, очень интересно, стоит попробовать. Это очень ограниченный релиз. Это там сколько, пару бочек максимум. То есть любые, Рома и Бристалл Спирит дальше, кроме начального, это всегда вот, ну, небольшой объем, и в этом как раз и суть. Это вот арт такой вот подбора, да, ты, конечно, не сам дистиллируешь, но каждый раз ты пытаешься выбрать самое лучшее, довести этого до самого там пикового момента и только потом уже предложить. То есть философия очень простая, с одной стороны, выразить ее просто, но вот довести до вот этого. Друзья, если вы коллекционируете Ромы, то обратите внимание. И даже если вы не только Ромы коллекционируете. Даже не только Ромы, обратите внимание на, в общем-то, небольшие количества производимых Бристалл Спиритс Ромах, таких крафтовых и, как мы узнали, теруарных. Окей, идем дальше. Файн Куба Ром, и для меня, как для любителя виски, здесь есть отличная надпись, что финишировано в бочках из-под шери. Что здесь, мне уже интересно. Ну, сам флажок, да, кубинский на этикетке, вообще, как бы вот сама история кубинского, да, Рома, да, вообще Бакарди оттуда начинался когда-то в свое время, ну, многие там такие вот серьезные имена, да, в общем, репутация кубинского Рома выстроена давным-давно в до-социалистический период. Социалистический период, к сожалению, ну, как минимум, да, не будем там никого обижать, но как минимум не помог, там, скажем, хорошему такому позитивному развитию. То есть сейчас кубинского Рома достаточно много, потому что на него есть спрос, и, ну, ну, ладно, хорошо, я лучше это какого-то промолчу, есть хорошие образцы, вкусные, да, вообще вопросов нет, но найти какой-то исключительный кубинский Ром, это архизадача, потому что очень, ну, ну, реально, социализм очень все усредненное. Каждый производитель, ну, в плане, в каждом, там, бренде, когда он, там, заказывает, пытается, там, добиться до какого-то, там, особого результата, но, тем не менее, все-таки это же, ну, ход истории не обманешься. Здесь же немножко другая история, это всего лишь, там, ну, буквально, там, пара бочек, одна большая бочка, да, долгой, хорошей выдержки, причем дистиллерия Десанкти Спиритус, это дистиллерия, которая сейчас, там, славится рекордными какими-то объемами, там, дистилляции, но львиная доля этих спиртов до сих пор поставляется государству в качестве, там, типа, меди... ну, там, сырья для медицинского, там, спирта, да, и какую-то часть своей дистилляции, они там посвящают Рому. Вот выбрать какую-то лучшую бочку, это архизадача, нужен свой человек, буквально агент 007, который будет у тебя на месте, ну, реально, потому что по-другому нет, это социализм, мы же знаем, помним, многие помнят, как это работает, чудес не бывает, ты не можешь просто прийти и сказать, дайте мне лучшую бочку, нет, вот к этому надо еще прийти, тут подмазать, там заплатить, ну, в общем, Джон Барретт готов на это идти, потому что он понимает, что иногда это, ну, блин, иногда это вкусно. Здесь кубинский ром как раз вот, это архетип, наверное, испанского стиля, такого больше сухого, такой очень, ну, правильный, и, ну, для тех, кто вот скептически, как я, например, да, относится к кубинскому рому, ну, потому что вот все-таки соцусредненность, она и дает соцусредненность, и здесь же есть индивидуальность, причем такая красивая, хорошая, интересная, это то, вот, ну, то, что прям искренне подкупает, это вот коллекционерам, любителям, или тем, кто хочет найти кубинский ром. Вот классный, это вот он. Любителям виски, шери вуд, для многих магическое слово. Ну, здесь вот как раз комбинация такая, очень гармоничная, ты чувствуешь этот шери, ну, херес, да, в смысле, да, олороса, вот эти вот оттенки, но они так хорошо, здорово интегрированы, потому что это все-таки не массовое производство, а штучечно, точечно подобрали именно вот как раз тот момент, когда хватит уже этого хереса, да, чтобы не перебрать, чтобы и ром ты чувствовал, и кубу ты чувствовал, и еще вот эти красивые, вот эти, ну, такие аппетитные хересные нотки, это как раз, да, для вас, ребята, если не хватает хересного виски, это нужно. Как мы знаем, с хересным виски сейчас есть тоже масса вопросов в качестве бочек, в объемах производства, и именно в классической линии хересной выдержки, но почему бы не обратить внимание в этом все-таки многообразии хересного виски, еще и на ром с хересной выдержкой. И давай двигаться дальше, что у тебя, куда мы идем? Здесь можно сразу все три. Да, сразу три. Это, ну, одна из тоже, наряду с короней, одна из легенд, ну, в данном случае, таких вот полноценных, порт Моранд, ром Гаянский, Демерара, та самая, да, вот эти магические слова, то зачем гоняются, то есть в Гаяне сейчас осталась одна единственная дистиллирия, и в отличие от того же Трининада, где корони закрыли, здесь, да, все закрыли, кроме, ну, то есть, даймонд остался, работает, но момент в том, что куб, вот этот старинный перегонный куб, который использовали в свое время еще на Порт Моранте, его перенесли, так же, как и многие другие, там, собрали в одном месте все, что делала когда-то Гаяна, собрали в одном месте и колонные кубы, и вот эти два, ну, таких предварительные и вторичные, да, деревянные перегонные кубы, ну, реально деревянные, то есть у них стенки из толстого дерева, это местная какая-то латиноамериканская порода, к сожалению, имя я не помню, но она такая, вот из нее делают там стойки для каких-то там вот этих морских пирсов и так далее, в Англии их можно где-то найти, она очень тяжелая, устойчивая к воде, ну, к влаге, да, но понятно, что это нагревать ее невозможно, поэтому низ там у этого куба, он достаточно, ну, металлический, там, медный, да, верх тоже, но вот эти стенки, да, вот толстые, деревянные, обеспечивают офигительную, такую правильную теплоизоляцию, очень хорошую, поэтому он долго держит температуру, и в этом есть какая-то своя особенность, которая позволяет выходящему из него спирту быть таким очень насыщенным, маслянистым, густым и таким вот, ну, полнотелым, это как раз порт Морренд, и иногда, ну, то есть, порт Морренд закрыт, сама дистиллерия закрыта давно, но здесь мы видим, что есть у нас и там более свежие 2008-го релизы, 99-й, и архи такой, ну, просто 25-летний, 90-го года дистилляции ром с порт Морренд, то есть, это как раз дистилляция на этих самых деревянных кубах, но уже установленных в другом месте, это вот как раз такой уникальный случай, туда ради этого даже при возможности стоит съездить, чтобы посмотреть на вот эту вот архаику, которая до сих пор иногда работает, если повезет увидеть, где эти кубы в действии, это, конечно, впечатляет, такое вот, ну, это вот уникальная особенность, и она очень сильно влияет на характер, но здесь, естественно, такие, ну, ну, это ром такой насыщенный, да, наверное, он в первую очередь нам должен понравиться, и для коллекционера он должен быть очень интересным, при таком скромном цвете первых двух образцов, 25-летний, здесь как раз долгая выдержка, она действительно, ну, этот ром стоит особняком, если первые два, это вот, ну, типично, да, объемно, это вкусно, это вот, ну, напористо, да, но при этом напористо и очень мягко, то вот, вот этот образец, это, конечно, то, что вот, если ты коллекционируешь какие-то исключительные образцы, там, виски, там, ну, коньяка, неважно, любых там спиртных напитков, вот это в твоей коллекции тоже такая бутылка должна быть, это просто нектар, по сути, то есть это уже такой очень мягкий, расплавленный, когда ты делаешь глоток, даже не глоток, а вот на твоих рецепторах он просто растекается, расплавляется, ты даже не замечаешь, ты не чувствуешь каких-то таких вот резких алкогольных, ни в коем случае моментов, а просто чувствуешь такую вот ароматику, которая раскрывается, и какими-то сложными эфирными, и сладкими, и специями, и фруктами, и сухофруктами, то есть ты вот сидишь под этим шлейфом, маленький глоток, и ты понимаешь, что вот, ну вот, вот ради этого стоило всем этим заниматься, а здесь, в более молодых версиях, может быть, конечно, не так это все сложно эфирно, но тем не менее, это такие гурманские, очень вкусные, но не с фокусом на сладость, как часто бывает в Роме коммерческом, а именно с фокусом на вот эту ароматическую палитру, то есть это то, что можно и нужно иметь, и это главное, да, ну, помимо того, что это архивкусно, это еще и, скажем так, да, здесь скромная упаковка, ну, на самом деле, очень скромная упаковка, но при этом вот эти цифры, да, это хороший подарок, шикарный, я бы сказал, подарок, если тебе нужно кому-то что-то к юбилею подарить, то есть это гарантированно вкусная жидкость внутри, да и не просто жидкость, а какая-то такая выдающая, выдающаяся, я бы сказал, жидкость, но при этом, ну, да, ты заплатишь каких-то денег, но это гарантированный результат, ты точно попадешь, ну, во вкусовые предпочтения своего визави, кому ты даришь. Друзья, мне кажется, очень интересная тема, мне кажется, очень правильный подход к продукту, такой, действительно, люксовый ром, хай-энд качества, хай-энд истории, с возвратом, в общем-то, к тем истокам производства, которые были, обращайте внимание на ром, как на категорию, пишите нам сообщение, как вы думаете, ждет ли ром, успешное такое будущее прорыва или серьезная конкуренция с виски у нас, ну и до новых встреч вам, всего хорошего, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова